Зло сейчас так красиво упаковано и зло сейчас так привлекательно, что вы не справитесь, если вы не будете учиться этому. Если вы не отстоите своих детей у зла, то оно проникнет обязательно в их душ. Людям не дают современным задуматься, у них просто нет на это времени. С утра человек вышел, в срочном порядке оделся, детей пристроил, сам бежит на работу, целый день проработал, пришел уставший, отдохнуть надо, включил телевизор, там постоянно идет внушение. Учитывая всю ту ситуацию, которая сейчас происходит в мире, возрастает количество людей, которые переезжают из мегаполисов, из городов, переезжают ближе к природе. И вот задают очень много вопросов, насколько сложно городскому человеку переехать. Ты бы не могла поделиться своим опытом, как это происходило? В 2005 году я переехала из города в село и, собственно говоря, начала свою сельскую жизнь. Потому что мне уже тогда было понятно, что городской образ жизни меня не привлекает, и в селе гораздо больше свободы. К тому же меня тянуло всегда ближе к природе, и я выбрала чудесное место в Приморском крае и переехала туда аж с Урала. А потом встретила своего мужчину, и мы решили, что будем создавать не просто в деревенском доме будем жить, но создадим свое родовое поместье. И потом у нас получилось оформить землю, и мы переехали уже, скажем так, в чисто поле после деревенского дома. Так что у меня есть опыт жизни и деревенской, и именно опыт жизни в родовом поместье. Часто спрашивают, насколько это тяжело жить на земле, потому что люди городские выросли все-таки достаточно в тепличных условиях. Давайте признаем, что для нас отсутствие горячей воды и санузла – это уже самое, наверное, большое препятствие к тому, чтобы переехать на землю. Но на самом деле, вы знаете, самое сложное в такой жизни – это не быт, потому что быт обустроить можно. Сейчас столько современных материалов, столько технологий, такой выбор огромный вообще даже видов домов, что можно выбрать по душе и по карману любой. То есть обустроить все необходимое так, как тебе хочется. Вот у нас в поместье, например, есть и горячая вода, и газ, ну, с баллонами, но это все равно. У нас и электричество солнечное, и интернет, у нас все, в принципе, весь комфорт у нас городской, которому так трепетно относятся горожане, он есть. То есть все это упирается только в возможности и в желания, скажем так. Вот. А самое трудное в такой жизни – это психологическая адаптация. Вот здесь, конечно, трудности есть. Но, тем не менее, после какого-то времени, проведенного в природе, понимаешь, что больше ты в город не вернешься, даже если там будут какие-то особо сладкие плюшки, потому что ты уже просто не можешь жить в коробочке, мысли свои помещать в коробочку и вообще жить мышлением в коробочке. Вот. И получается, что ты уже, воля в тебя уже проникает, и ты начинаешь уже чувствовать, что только так, только наедине с природой, только вот в таком неспешном ритме ты уже и можешь нормально жить. А вот как ты считаешь, в наше такое время деградации, когда алкоголизация идет с юных лет, я вот мимо магазина иду, там уже дети 11-12 лет со школы сбежали, алкоголь себе покупают. И когда наркотики в школах продают, когда в средствах массовой информации идет полное разложение программы вот эти детские, юношеские, разлагающие, когда язык уничтожается, как ты думаешь, твои дети непосредственно, им лучше на родовом поместье, чем в мегаполисе? Ну, безусловно, мы растим детей в такой достаточно серьезной изоляции, потому что у нас до ближайшего райцентра 70 километров, и выезжаем туда достаточно редко. И это был осознанный выбор, как раз вот все, о чем ты говоришь, для того, чтобы это отсечь от них. Конечно, у нас какая-то доля цивилизаций обязательно присутствует, они умеют пользоваться гаджетами, они смотрят мультики, я учу их, конечно, всему, что нужно научиться там и в интернете работать и так далее, но тем не менее я фильтрую информацию, то есть я достаточно жестко отношусь к тому, что они смотрят, как они это делают. А в те моменты, когда мы выезжаем в цивилизацию, мы просто им все честно говорим, все как есть. То есть вот посмотрите, как живут люди здесь, как живем мы. Вы имеете возможность сравнить, вы имеете возможность выбрать. Всегда. То есть вот они задают очень мудрые, недетские вопросы. То есть а почему люди ссорятся, а почему идут войны, а почему машины, вот почему так грязно в городе, почему дышать нечем. То есть вот все это мы честно объясняем, потому что у нас тоже же тут и леса пилят, и вот всякие вот эти вот, и про болячки, кстати, спрашивают, почему люди в масках ходят. Вот. И поэтому мы стараемся от детей ничего не скрывать, чтобы они сделали свой осознанный выбор. Но вот когда они еще не окрепшие эти души, да, мы считаем вот своим родительским долгом, обязанностью ограждать их от вот этой агрессивной, злобной информации, которая сейчас льется на детей. Это всюду. Вот. Зло сейчас так красиво упаковано, и зло сейчас так привлекательно, что вы не справитесь, если вы не будете учиться этому, если вы не отстоите своих детей у зла, то оно проникнет обязательно в их душ. Ну, я считаю, что вот на земле, или в поместье, или даже просто в жизни в селе гораздо легче бороться с этим, потому что проще оградить. То есть это самый элементарный способ своих детей как-то защитить. Ну, плюс вот семейное образование, это тоже как раз таки выход, потому что возможности сейчас предоставляются огромные в том же интернете. Вот. А в то же время дети не вращаются вот в среде, в холодной школы, да, где их никто в принципе не любит, где они вынуждены выживать в коллективе сверстников, которые тоже, сами знаете, стараются выделиться. Причем выделиться не умом или какими-то своими способностями, а тем, у кого круче телефон или какие-то шмотки, одежка, да, там, ну, вы знаете, эти ситуации гораздо лучше, чем я. Поэтому, да, я считаю, что, конечно, на природе детям жить лучше, это однозначно, это просто даже любой медик вам скажет, что просто по здоровью даже, да, там, босиком бегать и кушать выращенные тут же ягодки и фрукты, это гораздо полезнее, чем питаться, тем, что в магазинах продается. Но самое главное, самое главное, это все-таки вот эта информационная безопасность, я это так называю. А позже вот часто задают вопрос, ну, а как же, вот дети вырастут, им город понравится, им там захочется, вот, как вы будете тогда одни тут куковать? Ну, мы, конечно, стараемся эту тему, скажем так, не развивать, потому что мы не знаем, как будет. Мы же достаточно взрослые люди, чтобы понимать, что у каждого человека должен быть свой выбор. И мы этот выбор не забираем у своих детей, мы просто им даем счастливое детство. А дальше, как уж они выберут, будет зависеть, знаете, от чего? Опять же, от нас, потому что если мы им предоставим понимание того, что эта жизнь намного лучше, чем жизнь в городе, и она имеет в себе, сокрывает намного больше возможностей для реализации, то какой ребенок вообще уедет из рая в ад? Ну, это я, конечно, очень пафосно, может, сказала, может, как-то категорично, но на самом деле вот сейчас они растут, и они уже это видят. Они сами нам говорят, а когда все люди будут жить в поместьях? А когда все поймут, что нельзя так жить, что это плохо? И они жалеют своих подружек, которые в городе, что у них нет животных, что у них нет своих деревьев, у них нет своего бассейна, у них там нет травки зеленой под ногами. Они жалеют этих детей, понимаете? И если они уже сейчас так говорят, или вот старшая дочка у нас, например, уже присмотрела участок под свое поместье, она уже знает, где у нее будет дом, она уже придумывает, какие посадить деревья, пробует сажать клумбочки свои. Вот, мы с ней гуляем на этот участок, смотрим, мечтаем. И, конечно, может быть и не случится так, что она здесь поселится. Но вот эта мечта, сама мечта, что ребенок растет уверенный в том, что у него все будет хорошо, и у него есть куда идти, есть куда двигаться, что ему здесь родители помогут построить дом, и помогут, когда семья возникнет, помогут ему вообще как бабушка и дедушка настоящие воспитывать потом внуков и так далее. То есть у ребенка уже вот это чувство правильности и безопасности, оно вообще становится ему, ну как, оно естественно для него. То есть нет страхов вот этой тревожности, куда потом, что делать после школы, какую профессию выбрать. Мы детям сразу говорим, да, вообще не важно на самом деле, какую профессию ты захочешь выбрать. Можешь вообще не идти учиться дальше после школы, мы дадим необходимый минимум. А дальше будем вместе развивать твои способности, твои вот эти какие-то предпочтения. И тогда ты сможешь уже в жизни быть состоятельным человеком, ну я имею в виду самодостаточным человеком. Все у нас будет хорошо, мы всегда будем единой семьей, всегда будем помогать друг другу, и ты сможешь быть рядом. И мне кажется, ни один ребенок не захочет уйти от своего родителя, когда он вырос в любви, в благодати, в красоте природы, в труде. Просто ты скажи, что на самом деле много дел для того, что... Андрюха, иди скажи. В первую очередь, конечно, нужно понять, зачем ехать на землю, да, разобраться своих мотивов, для чего конкретно, да. То есть причин может очень много быть. Для кого-то это там экология, да, для кого-то же лишний вопрос. Если у вас уже действительно заинтересовала жизнь вне города, да, более, так, ну, вы уже имеете представление, что такое. Быть смелее, едьте, изучайте, общайтесь с людьми, которые живут этим образом жизни. Постарайтесь вникнуть непосредственно в их жизнь, прочувствовать его там, где-то чем-то помочь там людям. Самое интересное общение, это когда человек приезжает и участвует в жизни, может помочь в каких-то делах, да, там, увидеть реальную жизнь. В каждом поселении есть общий дом там, где можно приехать, переночевать, помочь людям, поработать с ними, потом в баньке вместе попариться, пообщаться, правильно? Сейчас вот в обществе интересно такое движение, люди приезжают там, участвуют в каких-то по помощи, да. Все доброе дело делают и опыт получают. Никто к счастью тебя не приведет. Путь к счастью это личный твой собственный путь и труд. В деревне или на земле, они настолько очевидны, что даже о них как-то и говорить неловко. Но тем не менее, современная ситуация вот с пандемией и всем прочим, она настолько четко показывает, что пора уже как-то сменить приоритеты, пора уже выбрать более здоровую среду обитания, потому что, ну как сказать, кольцо сжимается вокруг людей. То есть их загоняют просто, как индейцев в резервации, они там задыхаются. Просто вот иногда даже доходит вот эта болезнь, да, она душит. И так же и люди задыхаются в городах. Поэтому вот просто даже такой шаг, как переезд на землю, даже пусть и в непосредственной близи от города, он уже просто настолько меняет качество жизни в лучшую сторону. Прежде всего это здоровье, конечно, потому что никто не отменяет свежий воздух, чистую воду и все прочее. Это такие очевидные вещи, да. Но еще нужно добавить, что городской ритм жизни, он настолько бешеный, что люди выгорают буквально за 30-40 лет. Им уже ничего не хочется после 40 лет. А в деревне, в каком бы возрасте ты ни жил, у тебя обязательно открываются какие-то свои возможности. Какая-то тишина вот есть в твоей жизни. То есть нет такого уровня стресса. И это очень важно. Вот. Ну, и, конечно, если говорить о детях, я вот мама троих детей. И для меня, ну, это было решающим фактором. Я изначально не хотела, чтобы мои дети росли в городе. И меня часто спрашивают, а как вообще дети растут без школы, без общения со сверстниками. Вот. И на самом деле во многих деревнях школы очень свободные. То есть если вы отдаете ребенка в деревенскую школу, то он практически как у репетитора учится. В классах по 5-6 человек. Вот. Но мы с мужем не пошли по традиционному пути. Мы перешли на семейное образование. Я могу сказать, что мы получаем намного более качественное образование, чем дети в обычной средней школе. Потому что сейчас с наличием интернета у нас столько прекрасных возможностей. Вот. И наши дети не растут дикарями, как нас многие упрекают. Наоборот. Они очень любят общаться. Они, когда мы выезжаем куда-то к родственникам или в гости, они очень коммуникабельны. Они прекрасно себя ведут. Они ничего не требуют в магазинах никогда. Они понимают, как зарабатываются деньги, как ведется хозяйство. То есть они принимают участие в нашей жизни сполна. Ухаживают за скотинкой, помогают ухаживать. Помогают готовить. И в общем в деревенской, ну скажем так, в жизни на земле дети включены в семейные ритмы. Они не могут просто сказать, мама, я не хочу, и уйти в гарджет, например. Нет, они полностью принимают участие в жизни семьи сполна. То есть девчонки мои помогают как папе, так и маме. И на покосе, и в доме. И учимся мы вместе. И весь досуг у нас проходит вместе, и всем хорошо. Ну и, конечно, поскольку я в первую очередь мама и жена, а также педагог по образованию, для меня всегда немаловажна была безопасность детей. Не только физическая, но и информационная. Как раз таки, если ты живешь в городе, ты не можешь выйти из информационных потоков. И ты, как бы не хотел, не можешь обеспечить ребенку полную безопасность. А когда ты живешь на земле, в деревне или в поместье, во-первых, ты знаешь всех соседей. Все соседи знают тебя. И они к детям очень трепетно относятся. И учителя в местной школе. Это больше похоже на семью даже, на семейные отношения, чем на какие-то соседские, да, такие. Вот, поэтому детям намного привольнее живется на земле. То есть они имеют возможность быть свободнее. И у мамы исчезает вот эта постоянная тревожность, что за ребенком надо постоянно следить, потому что везде транспорт, машины и все прочее. И какие-то люди опасные могут в их окружении появиться, да. Это есть. Отрицать это нельзя. Спрашивают тоже, чем вы там занимаетесь? Как же вы там, со скоки-то с ума не сходите? Ну, что такое сидеть в деревне? Почему-то у всех такой вот стереотип сложился, что вот избушку замело и все. И ты сидишь и не имеешь доступа ни к чему. Но это же совсем другое время мы живем. Оно давно изменилось, да. И это никакой не экстрим. Это совершенно нормальная жизнь с такими же возможностями, да. И зато ты становишься хозяином самому себе. Это удивительное вообще чувство, когда ты больше не привязан к какому-то графику, к какому-то дяде, да, которому ты обязан отработать и так далее. То есть ты сам выстраиваешь образ жизни свой, согласно уже не каким-то искусственно-природным ритмам, да. То есть всегда на земле есть ритмы природы. То есть это смена сезонов, во-первых. Каждый сезон нужно сделать свою работу. И также учитывается длина дня и ночи, да. Уже перестраиваешься на природный ритм, начинаешь ложиться, когда темно, вставать, когда солнышко встает. И для организма это очень хорошо, потому что начинаешь себя спокойнее чувствовать, спокойнее ощущать. Как-то вот становишься ближе к природе, к истокам. Ну, к Богу даже, да, скажем так. Вот. Это все очень благотворно воздействует. Многие городские жители думают, что жизнь на земле – это труд от зари и до зари. То есть вот как встал в огороде кверху точкой пятой, так и стоишь, пока не свалишься. На самом деле ничего подобного, потому что на земле нужно просто уметь выстраивать свой ритм. Я уже немножко коснулась этого. Вот. Но тем не менее, если правильно организовать свой рабочий процесс, да, свое время, умело спланировать, то очень много на самом деле находится времени для отдыха, для творчества, для созерцания, для простых неспешных прогулок, для какого-то неспешного общения, да. Потому что все упирается в тайм-менеджмент, и это известно любому городскому жителю. Но у городского жителя рулит что? Рулит работа, рулит начальник, и распорядок, из которого нельзя выйти, достаточно жесткий. Тем не менее, когда ты научишься сам управлять своим временем, то тогда ты уже становишься хозяином жизни. И тебя уже просто так не загонишь ни в какие рамки. Очень многие думают, что если жизнь на земле, или в деревне, или в поместье, неважно, то это обязательно огород, скотина. В общем, вот такой классический крестьянский образ, который у нас еще, видимо, с царских времен срабатывает. Плюс вот дачи вот эти советские, да, и все прочее, что нужно очень много именно вот уделять время вот этим занятиям. На самом деле ничего подобного. Сейчас, если человек, например, привык работать удаленно, ну, и не хочет заниматься огородом, или у него какое-то другое свое творчество, совершенно не обязательно им заниматься. Достаточно пару грядок засеять зеленью, чтобы зелень к столу свежая была, и все. И скотину держать тоже совершенно не обязательно. Ну, и, конечно, в этой связи хочется сказать о живой еде, потому что, ну, тоже не нужно, как же, скажем так, быть банальной, говорить о том, что в супермаркетах очень сложно найти настоящую пищу, живую, да. А когда ты живешь на земле, и подходишь к ней с любовью, с удовольствием, то почему бы и не вырастить для себя, любимого, вкусных овощей, свежей зелени, можно поставить небольшую тепличку, тем более они сейчас готовые, собрал и все. И тогда у тебя всегда будет чем порадовать себя, своих близких, заморозить продукты на зиму и так далее, да. Вот. Плюс, если сам, например, не хочешь заниматься тем же животноводством, то в селе обязательно можно найти недорого, свежее молоко, домашние яйца, то есть любые молочные продукты, которые местные жители делают. И все это обойдется, скорее всего, еще и дешевле, чем в супермаркете или в магазине. Плюс, вот еще интересный момент, если говорить о нашей семье, то мы научились еще, например, делать кедровое масло. То есть этот продукт уникальный и по пищевым, и по биологическим свойствам, да, лечебный продукт. Вот. Можно такие продукты делать, типа вот горчичное масло, подсолнечное свое, сыродавленное делать. То есть вот в деревне действительно открывается такой простор возможностей, и вот к чему душа лежит, то и делаешь, собственно говоря. Кто-то пасеки заводит, кто-то просто собирает дикоросы, ягоды, грибы заготавливает, да, плюс копеечку какую-то с этого имеет потом. Так что здесь тоже очень большой простор для мысли и для жизни, скажем так. Вот. Ну и, конечно, самый, наверное, болезненный, самый сложный вопрос, это всегда как зарабатывать на земле. А мы научились делать свое кедровое масло. Многие, кто живет на земле, часть продукции своей продают. И если она, например, сезонная, как та же ягода, то очень неплохо зарабатывают на этом. Плюс в селе всегда есть возможность приработка, особенно мужчина. Вы даже не поверите, у нас в селе острая нехватка мужских рук. То есть вот буквально какие-то простые вещи сделать, вроде выкопать колодец, или поправить забор или крышу и не найдешь. Даже за деньги никого не найдешь. И на самом деле, если у мужчины руки откуда надо растут, это просто с руками отрывать будут. Вот. Ну и, конечно, тут нельзя сказать, не сказать об удаленке, потому что сейчас с наличием интернета практически везде, в любых точках. Если вы специалист, который может работать удаленно, то работать удаленно – это не проблема сейчас. Вот как раз я тоже занимаюсь удаленной работой. У меня свой писательский клуб ВКонтакте. Вот. Ну и многие, очень многие именно какую-то подработку в интернете имеют, да. Плюс репетиторство можно онлайн проводить и так далее. То есть очень много всего. Тут отдельная большая беседа может быть. Вот. Но дело в том, что действительно надо немножко пересмотреть, надо немножко переориентировать свое мышление с того, что вы работаете вот только вот в таком формате официальной работы. Надо его переориентировать, что возможности везде. И они действительно везде. И на Земле их очень много. Конечно, они в большинстве своем требуют длительного развития навыков и всего прочего. Но, тем не менее, они есть. Они есть, и их можно реализовывать. И самый мой любимый момент вообще в жизни на Земле это то, что ты можешь заниматься, наконец-то можешь заниматься тем, что тебе по душе. То есть творчеством. На самом деле в каждом человеке живет творческая жилка. И обязательно у каждого человека есть какие-то мечты, зачастую, которые он еще в детстве бросил. То есть которых он уже и не касается, и забыл давно. И что интересно, вот у многих моих знакомых, и у меня в том числе, именно на Земле начинают открываться вот эти вот потребности, возвращаются откуда-то изнутри, и они начинают в твою жизнь приходить. Кто-то начинает писать стихи. Очень многие люди начинают заниматься женщиной натуральной косметикой. Причем они к травам подходят интуитивно. У меня есть такие знакомые. Потом многие начинают заниматься животными, но не потому, что выживать надо, а потому что это потребность души общаться с животными, с лошадьми, например, с птицей, да, разводят интересные породы, всякие русские забытые породы возрождают. Очень многим нравится садоводство. Очень интересная тоже сфера ландшафтный дизайн. Я тоже в ней первые шаги делаю только. Но это такой мир огромный, он захватывает просто. Можно свое пространство превратить в сказку, вот настоящий рай, с помощью живых творений вот этих, которые так и просятся к творцу в руки, чтобы он создал свое пространство великолепное. Вот. И у меня, как... Именно на земле у меня появилась тяга писать, потому что у меня филологическое образование, в принципе, у меня всегда было хорошо с языками, со всеми. Вот. Но только здесь, на земле, я наконец-то почувствовала тягу к письму, именно к сочинительству, к художественным каким-то вещам. И я начала писать романы. Вот. Именно романы о жизни на земле, о родовых поместьях, потому что эта тема мне очень близка, естественно. Вот. И первые два романа уже... Один уже в печати, один пока еще только в электронной версии. Действительно просыпаются вот эти глубинные творческие потоки в человеке. И это очень важно, потому что именно природа их пробуждает. Очень сложно в городе человеку заняться творчеством. Он там действительно зажат в коробочке со всех сторон. А здесь стоит выйти на прогулку, и они начинают эти образы к тебе идти. И остается их только переложить на бумагу или на холст, или еще куда. Я, например, по образованию учитель английского и какое-то время преподавала в сельской школе и репетиторством занималась, местных детей учила. Ну, конечно, не стоит забывать об удаленной работе. Я развиваю проекты в интернете. У меня сейчас есть свой сайт. Вот. Я пишу, как уже говорила, я романы пишу и всякие такие книжки нон-фикшн по земле в том числе, по писательству. Также веду свой писательский клуб в интернете. Вот. У меня там тоже очень хорошая команда собралась. Вот. Занимаемся такими творческими вещами, как реализация себя через писательство, через слово. Она так и называется, живое слово. Вот. Еще что, очень большой плюс, когда живешь в своем доме, можно всегда расшириться. Например, если для работы с тулером нужно помещение отдельно, не проблема, его можно просто построить отдельно или пристроить к дому и там заниматься все, чем душе угодно. Так что реальные перспективы на земле есть. И если у вас действительно есть возможность перебраться на землю, не раздумывайте, потому что шансы нам предоставляются, как правило, только один раз. Вот. Дается нам энергия и силы на такое большое действие. Вот. Что еще хочется сказать? Обязательно хочется упомянуть, что находясь на своем участке, у тебя комната, не комната, а, скажем так, твое жилище расширяется до размеров участка. То есть это уже не только дом, это еще и прилегающая территория. И рано или поздно каждому человеку хочется как-то ее облагородить. И вот здесь открываются возможности для ландшафтного дизайна, для такого творчества на земле. Поверьте мне, это очень здорово. У меня никаких навыков никогда не было у ландшафтного дизайна. Только книжки, всякие, плюс ролики там в Ютубе и так далее. Но тем не менее, я с таким удовольствием этим занималась. И оно вылилось в то, что поместье постепенно начинает становиться очень красивым. Даже несмотря на то, что у меня никаких таких особенных навыков и нету. Я научилась разбираться в цветах во всяких, в декоративных кустарниках, в деревьях. И это доставляет огромное удовольствие и радость. Ведь недаром говорят, что человеку обязательно надо дерево посадить. И не только мужчине, я думаю. Вот. Когда сажаешь деревья, когда их много сажаешь, вот у нас на поместье много земли, и мы сажаем много деревьев. Это вообще такое чувство, как будто ты делаешь что-то очень такое, на века. Вот сыт пришел, подтверждать. А еще один большой плюс, что начинают приезжать друзья, начинают приезжать родственники, потому что им всем становится очень любопытно. Сначала они все вроде как удивляются, показывают пальцем, и сказали, что, да вы что. Но на самом деле в них разгорается любопытство, и постепенно начинаются первые гости. Вот. И после того, как они побудут хотя бы день в этой красоте, в природе, попарятся в баньке, посидят за столом, на котором есть разные разносолы с поместья. То есть это на самом деле такой отпечаток мощный оставляет, что они потом уезжают и потом еще долго пишут и говорят, как у вас классно. Вот. Поэтому, что интересно, жизнь на земле, она как бы отсекает ненужных людей, которые сильно недовольны вашим решением. Но в то же время, вот те, кто вам дороги, они начинают втягиваться в вашу жизнь гораздо больше, чем они это в городе делают. Ну что в городе можно сделать? Ну прийти друг к другу, ну посидеть, ну в кафешке там выпить или что-то там сделать. То есть сделать уже практически ничего нельзя. А вот как раз на земле очень много дел, в которых охотно участвуют горожане, потому что горожанин забыл, что такое рубить дрова, а может никогда и не знал. Он может в удовольствие, например, пособирать там грибов и ягод, об этом я уже говорила, а также помочь поправить забор и так далее, сделать какие-то мелочи по хозяйству. Вот. И корову подоить, да, кстати. Но во всяком случае, вот дети, например, многие городские сейчас даже не видели никогда вживую корову. А тут можно и с телятами поиграться, да, и в общем-то увидеть, как животные пасутся. Они у нас пасутся сами по себе в электроизгороде, поэтому их всегда видно, они рядом. Так что такие вот неочевидные, казалось бы, вещи, но на самом деле они очень здорово украшают жизнь. У нас необычные такие коровки есть, головейская порода, шотландская. Они очень неприхотливые, в общем, очень толстая шерсть, у них густая вот такая вот зимой. И не боятся холодов, не требуют своим специальных укрытий. У нас такая сыраюшечка простая, даже неутепленная. Вот. И у нас вот такие коровки, они хоть и немного молока дают, но оно пожирнее, чем обычно, и мы делаем из него вкусный сыр, сливки, сметану, и просто молока у нас много, дети пьют сами. Я читал твою книгу, и мне очень много друзей ее рекомендовали просто до того, как я ее прочитал. Вот расскажи, как ты начала писать книги? Я так понял, у тебя с первого раза получилась вот такая книга, да? Ну, конечно, с первого раза, наверное, ничего ни у кого не получается. Но идея, скажем так, зреть во мне осталась еще, когда мы жили в деревне. Вот. Просто, ну, меня настолько зажигает эта идея родовых поместий, жизни на земле, что я решила, а почему бы не взять стандартный женский роман, ну, то есть формат стандартного женского романа, и не заложить туда эту идею. То есть это полностью переворачивает представление о любви, об отношениях между мужчиной и женщиной. И я решила взять обычный банальный сюжет секретаршей и олигарх, и в то же время у секретаршей есть мечта переехать на землю. И как вот это изменится, их отношения, и как это повернется все. Вот я решила вот такую форму завернуть. Ну, и, как говорят, получилось неплохо. Коляна еще хочет этот фильм снять. Вот нам вот это снимать, и просто понимаешь. Радамир как? Жизнь закатом, Коляна. Как ты относишься к тому, что есть истинные ценности, а есть искусственные ценности? Искусственные искусственные ценности, ну, это, к примеру, все, что на данный момент наполняет мегаполисы города. Это искусственная еда, которая впоследствии влечет к искусственному, к употреблению искусственных лекарств. Также это искусственное информационное поле, все вот эти средства массовыми саммассами, ложь кругом. Также искусственные, скажем так, средства передвижения, то есть там не живые, там, лошади, да, допустим, а за машину, которая уничтожает такого-то. Все искусственное, там, все же самые деньги. Когда люди, молодежь, берет ипотеку, и потом 40 лет выплачивают эту ипотеку, никто не даже не выплачивает. Вот это вот искусственное рабство и есть, есть, скажем так, ложные ценности. Вот это вот все ложные ценности, которые, которые город наполняет. Есть истинные ценности, которые мы видим на природе, которые мы видим в воспитании детей, когда родители воспитывают своих детей. Вот истинные ценности, это там, посадить дерево, яблоко сорвать с дерева, а не где-то в супермаркете, купить за деньги, которые ты рабом работал, заработал, купить за деньги. Искусственное яблоко, там, выращенное на химикатах, еще и гоморное к тому же. И вот и дальше пойти работать рабом. Так вот, как-то точно к тому, что есть вот искусственные ценности и ложные ценности. Я думаю, что все-таки родовое поместье, оно олицетворение как раз истинных ценностей. Семья, любовь, деревья, дом живой, сад, питание здоровое. Ну, скажем так, что нужно понимать, что, да, люди когда-то жили действительно в ладу с природой, с собой. И тут, скажем, точка в пространстве, в котором сейчас находится человечество, оно, как бы, двигалось к ней не одну тысячу лет. Вот. И, скажем, этот путь, который пришел к этой точке, да. Вот. И поэтому, чтобы, скажем так, прийти к каким-то, действительно, истинным вещам, да, необходимо просто, задуматься в правильном направлении. Я лично иду, да, что я могу сделать для себя, для своей семьи. То есть, как бы, ну, путь к себе, в первую очередь. Вот истинные ценности, они внутри человека же, в каждом, да. Отношение к ближнему своему начинать с простых вещей надо. Вот. Понятно, что там какие-то, это неизбенно влечет понимание того, что, что тебе навязывают, то, что не навязывают. Мы сейчас все, все равно, не сможем перейти, скажем, жизнь сделать так, чтобы у нас окружало все, скажем так. Мы не хулиганим. Да. Мне кажется, сейчас единственное, нужно понимать человеку, что нужно, без чего он не готов, да, к чему готов. То есть, мы привыкли к определенному степени комфортно, да, к автомобилям, к общественному транспорту, там, и все такое. Вот. Не взят от этого и отказываться. Нужно понимать, что вообще, что в твоей жизни есть такое, да, которое действительно было и тысячу лет назад, и там, и больше, да, там, вот. И вот это в свою жизнь вводить, да. А что было тысячу лет, примерно, назад? Была любовь, да, были отношения, крепкие в семье, да. Не было разводов вообще. Вот, да, то есть, было уважение к старшим, да, к детям было уважение. Вот они истинные ценности. Вот они начинают, если ты даже где-то живешь, окруженный ложными, внушаемые ценности, начнешь в своей жизни такие вот вещи, да, скажем так, развивать, жизнь неизмена твоя, и к лучшему тебя приведет. вот эти истинные вещи, да, которые, скажем, в человеке заложены, их здесь, ну, гораздо проще, да, развивать и, скажем, оберегать. Вот. Без этого, ты, ну, сложно, да, там, когда человек полностью контролируем, да, в социуме, практически полностью, да, даже там, скажем, в телефонах есть такая функция, да, там, абонент снова в сети, да, вы можете позвонить ему, человек, то есть, его постоянно дергают, пустые разговоры, отвлекают, ему некогда задумываться о том, что вообще хотел бы он в своей жизни реализовать, чему он склонен, вот. Поэтому, в принципе, как бы, нужно, конечно, менять среду, где ты сможешь больше с собой быть и задумываться над жизнью. Людям не дают современным задумываться, у них просто нет на это времени. С утра человек вышел, там, в срочном порядке оделся, детей пристроил, там, сам бежит на работу, там, целый день проработал, пришел уставший, там, отдохнуть надо, включил телевизор, там, постоянно идет внушение. Вот. Здесь в природе, конечно, другие, как бы, ритмы, другие, скажем так, мысли приходят человеку. И, конечно, упрощается. Жить в минимализме, конечно, это, если люди такие, которые стремятся к этому, наша семья не относится, мы просто, скажем так, берем, вносим в свою жизнь то, к чему мы привыкли, но, скажем, без чего не готовы, готовы отказаться, да, то есть, у нас, скажем так, все блага цивилизации, которые имеет современная семья, они у нас есть. просто нам не нужно, допустим, неограниченное количество, потому что человеку навязывают там всякие современные, там, скажем, средства, новые там, связи, машины, то есть, есть машины, как средства передвижения. Хорошо. Вот. Сейчас в обществе очень много людей посажено на то, чтобы заработать больше денег. Они не думают, скажем, нужно им это или нет, просто есть такая программа. Человек врует жилы просто заработать денег. Вот. Потом его, естественно, скажем там, ему подсказывают, да, внушают, куда эти деньги, куда эти деньги потратить, да, Коль, понимаешь, куда их потратить? Потрать там, вот, купить там, машину, дорогу, там, одежду, там, гаджеты и все такое. Вот. Если человек живет, скажем так, достаточно в природе, у него, ну, некому эти мысли-то навязывать. То есть, как бы ты не смотришь телевизор, не общайся людьми, которые понтуются перед тобой, там, новыми достижениями. Вот. То есть, поэтому, скажем, у тебя просто понимание приходит, что тебе нужно, чтобы жизнь твою сделать ярче, а что тебе не нужно? Все, что не нужно, ты просто, поэтому, естественно, как бы ты денег много не будешь, там, нет, нужны тебе много зарабатывать, потому что, чтобы много зарабатывать, нужно искать выгодно, где это много заработать. он намекает еще. Да, это, как правило, значит, оно, легкие пути, да, они, как бы, мне кажется, не предусмотрены для души. Чтобы душа раскрывалась, нужно найти вот эту, как бы, золотую грань. И достаток, чтобы был, да, и при этом, чтобы ты был счастлив, да, вот, поменять, скажем, себя, одно на другое. В конечном итоге, все равно, ты же с собой, ты же не заберешь, все это богатство, а вот, скажем, добрую память, с собой, как бы, можно, это, 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 воспитанных детей, они же потом, это то, что ты умирать, потом не страшно, это будет, понимаешь, ты просто понимаешь, что ты сделал все для того, чтобы там свои дети жили счастливо, понимаешь, ты будешь понимать, что они у них, они не зависят от экономических, они не зависят от того, что им решат, даже там, если будет какие-то там коллапсы в обществе, на земле всегда человек со своим головой, со своей землей сможет прожить, даже если там придется изменить, там, куда-то переехать, там, на новом месте. А вот как ты относишься к тому, что таких людей, как вы, называют дауншифтерами? Ну, вообще, интересное слово дауншифтинг, потому что, если его подробно разобрать с английского, получается сдвиг вниз, то есть, как бы, понижение уровня жизни, как бы, получается, деградация, ну, скажем прямо, да, на самом деле, я долго размышляла над этим, и пришла к выводу, что это shift up, а не shift down, потому что, и даже не shift up, а shift inside, внутрь, это сдвиг внутрь, потому что, когда ты принимаешь решение переехать на землю, ты принимаешь решение прийти к себе, к своим истокам, к своей душе, потому что, только, когда вокруг природный фон, когда на тебя не давят обстоятельства, обязательства, и какие-то гонки, или какие-то там попытки доказать кому-то свое превосходство, вот только тогда человек начинает прикасаться к душе, и к тем истинам, которые в генах заложены, к родовым вещам каким-то, то есть это, получается, что, получается, что человек, наоборот, раскрывается, наоборот, становится ближе к природе, ближе к Богу, ближе к истокам, поэтому, вот сами посудите, разве это шифт-даун? Малая Родина, снег до леса, маленький домик под небесами, Господи, смилуйся, и дай нам силы, в маленьких домиках в сердце России... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok